Казис Буошка представляет Впервые на экране профессиональная охота в Западной Сибири с гибридами волка и лайки Фильм третий Шерхан и Багира В этом фильме я все-таки решил рассказать и показать, как сбылась моя вековая мечта Как на закате моей охотничьей деятельности мне удалось приобрести гибридов волка и лайки Еще в далекие 70-е годы, в начале моей охотничьей деятельности, я понял, что даже высокого класса лайкам Бывает сложно загнать соболя в захламленной тайге по глубокому снегу еще в 30 градусов мороз Зная волчьи способности, мне пришла в голову мысль скрестить лайку с волком Вскоре я купил волчонку, девочку, она выросла до 7 месяцев и попала под машину Затем я купил взрослую ручную волчицу, от ее удалось получить потомство европейской лайкой А сначала она не подпускала его, кидалась яростно в графу, но он был смелый и наглый И очень смело защищался и тут же делал усадки И это ей понравилось И они поженились Щенки получились половина как лайка Я просто был в восторге Но счастье продолжалось недолго, они стали умирать Я их вскрывал, была зима, оказалось, что там был сквозня Покупал еще полярную волчонку, он умер от чумы На этом я свои эксперименты прекратил Прошло много лет, но я с этой мечтой не расставался У хорошего охотника должна быть мечта, будоражившая душу и лишающую покоя И тогда осилить дорогу идущей У рыбака, например, поймать самую крупную рыбу У альпиниста покорить самую высокую вершину У режиссера снять лучший фильм Ну а у охотника завести самого лучшего четверногого друга И вот на закате моей охотничьей деятельности Я увидел по телевизору, как литовцы разводят гибридов Я немедленно вылетел в Литву на свою родину Разыскал там этого человека Им оказался Петр Добричев Добрейший души человек Большой любитель животных Щенков уже у него не было Он сказал, что вот следующую помет я тебе, как одержимому, сделаю вне очереди И добавил, ты не пожалеешь Ты стоишь на правильном пути Вот тут их выпустили на прогулку С левой стороны гибрид третьей генерации А это часокровный Две волчицы Вот они как красиво играют с ним Вот тут у них маленькие кабанятки Как бурдыки буквально А вот это как раз и есть исходный материал Волчонок, от которого волчица вернее От которого произошли все мои гибриды Наши теперь гибриды Настолько вот он смелый был, волчонок Бесполезен он, не боится никого И постоянно к человеку И вот ей уже здесь пять месяцев Или даже четыре с половиной что-то А он, эта волчица росла постоянно в ограде у него И с кошками, с козами играла И вот в дальнейшем, как она будет красиво общаться с козами Вот она Как интересно с ними То ли играет То ли хочет на зуб попробовать И так у нас И ни у кого не было четкого мнения Почему она так ведет себя Вроде бы как играть пытается с ними И вот я снова в Литве Вот это волчата, не думайте Внимательно смотрите Это мекиса с собаками Ага, вот сейчас вот она волчица, видите Вот еще одна идет Смотрите, характерно, как хвост держит И уже морда все равно уже Видно, что волк там присутствует Вот мать пришла И это Вот с волчатами она тут общается То есть подкараулить, да? Ну где-то в засаде Как бы вот они, смотрите И волчат, и вот они Ну где-то Молчица играет Своими детьми Вот вторая подошла Молодая играет А мать тут следит за ними Выбираю самого голосистого кобелька И с огромным вдохновением Возвращаюсь домой Вот это мать Ихняя У этих щенков Мать На пшенице Одного спугнули, а второго сразу же определили А может это и был И вышел Вон он Камера трясется Вообще первый раз в жизни На таком расстоянии Парни еще ближе стали подкрадываться Вообще это дело Парни В свалку рисует Что, не будем стрелять? Ну? Вообще-то ветер Маленько вбок ушел Да? Сразу среагировал Вот ему четыре с половиной месяца Вовсю милкует Как настоящий песик Хорошо, молодец, хорошо Вот ему пять месяцев Он прекрасно ищет белку уже Очень интересная собака получилась Очень быстро находит Очень трудно отдает белку Жестко пока хватает Жалко лыпасить Поэтому сильно лыплю Ну, вернее, не сильно Потихоньку отучу, конечно Не прыгает на дерево Стоит в стороне Хорошая слежка Прям по макушкам белка уходила А он ее все-таки следил за ней Последний Сейчас попробуем Увидите, я стрельнул раз Она подранена Ну, не удастся, наверное Разглядеть Вот она белочка Сидит спокойно Вот шесть месяцев ему Второго соболя у меня Буквально вот лежачего нашел Сейчас буду вырубать Сейчас немножко покажу Как взрослый кобель дерет Шесть месяцев Василенки в челюстях Корни ворочат Я уже думаю, он забелковался Думаю, на особо ли не обращать внимания Ничего подобного Не показывал ничего сам Амур, не ломай челюсти Ага, ну вот ведь, наверное Начну я теперь действие Выгонять его буду стараться Как здоровый пес Уже вовсю Селенка в челюсти такая Молодец Главное, лает в корнях Далеко не все собаки Сокровный лает в корнях А этот прекрасно Вот он выскочил Он догнал его Амурка нельзя, моя маленькая Амура Надо же так Удачный, как взрослый пес Ты же не хотел этим мороз сегодня Ты понимаешь, полежал, маленькая Думаю, что лежать Пойду с этим Амур, пойдем Амур Ну, Шерхан Погонял у него Шерхан Ага Находит мне лежачего опять соболька Ну вот, видишь как Пойдем, алло Это очередной Да? Очередной Да И опять лежачего, поди И опять лежачего, если я говорю Молодец Все хорошо, молодец Такое вам Ага Вот нашли собаки Задранного волками лося Удивительно Даже волки догадались Губу выгрызть Прям буквально я сейчас рассмотрел Выгрызанная губа даже Вот они сейчас тут Ну вот тут Амур Мой тоже Старается Позавтракать Сейчас утро Только не так далек от избушки Километра два Всего Общий сон Общий сон Два волка Я подальше прошел И проанализировал Все Вот задние ноги Тут, видать, обе ноги Одна Вон там Отложена Вот Амур Перекусил И занялся делом Нашел какого-то зверька Видимо Тоже тут прижился Увозле лося Вот он его корчует Вот умница Буквально Меленько погрыз И За дело взялся А черная Вот пока еще Не это Не помогает Вот Вот какой упрямый Я увел на поводке его И он вернулся Достал Все-таки Вырвал эту Норку Вот она Задавил ее Вот она лежит Хорошо, мой Хорошо, хорошо Хорошо Снимаю Снимаю Нет Он застрял Давай Готов? Да Вот он Упал Я Твою Маковку Иди Это Дорайдем Амур Дай Хорошо Хорошо Мурочка Не отвлекайся Давай Видно как падал? Вот Хорошо Мурка Все Перестань Хватит Ой Какой Некрасивый Какой Некрасивый Соболь Еще Подержи Еще Подержи Ах И Мурка Молодец Ой Молодец Как он Оперативно Его сделал Вообще Ну Хорошо Мурочка Вообще Невероятно Только Пляха Это Как Дал Такими Прыжками Ужас Сихий На поводке Вел Его Воду Вот Опять Корняк Опять Березовый Пень Не можем Выглядеть Никак Все Мощные Две Березы И Вот Нашел Лежачего Соболь Сейчас У меня Славен С этим Лесе Уч Подлежал Ну Сейчас Камеру Бросаю Буду Пытаться Березы А Мурка Молодец Молодец Мур Но Все Таким Мы Его Тут Как Бы Там Не Был Заставили Выскочить Мурку Поймал Молодец Нельзя Мура Нельзя Не Не Дал Бляха Два Скачка Даже Сделать И Успел Схватить Бедолаг А Тут Нельзя Мура Нельзя А Вот Тут Все Творится И Как Бо Я Не Знаю Если Бо Не Он Нырнул Бо Сейчас Вот Эти Дебри Преследует Сополь Вально Идет По Глубокому Снегу Как Торпеда 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 Молодец Буквально Золот Торпеда Торпеда Вот настолько захламленная тайга, смотрите, вот он там ее знал, она вот сюда подбирала, но умудрился он все-таки ее прижать. Это тяжелейшие места, да еще череп. Вот она тут сидела. Вот он долгожданный след. Иду уже пару часов, чтобы или нет нифига на них. И вот он шел впереди, вот лампочкой его нюхнул в пяту, и вот я уже тут пересек, и вот он определил в какую сторону и попер камеру за ним. Сейчас сматываю камеру, буду двигать в ту сторону и подожду. И вот 10 минут прошло, вот его гонный след, вон след соболишки. И он уже лает вот в этой стороне, совершенно близко. И вот он, мой миленький. Всё, держит его. И сейчас всё не разгляну. Переходим, но не обязательно. Вот она как красиво сидит. Обломанная милка. Нельзя, Мурочка, нельзя. Нельзя, Мур! Амур! У нас нога больная. Вон перебинтована нога у него изолентой. Я одного соболика добывал. Нельзя! Иду на избушку, чтобы всё там рано скрывается у него. Нельзя, Мур! Ну всё, хорошо, Мурочка. Нельзя, Мурочка. Нельзя, Мурочка. Нельзя. 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 Вот наткнулись на овощей. Сильный черым. Я шёл на лыжах. Подшумел. Вот Амур схватил след. Шруит, вот подрезает его. Вот идёт как волк действительно. Такими скачками снег глубоченный. Он подрезает их сейчас с правой стороны. Не знаю, как дальше будет событий развиваться. Вот лосиные следы. А вот слева идёт он. Вот скачки совершенно волчьи буквально. Таким идёт уже, бляха, минут 30. И не это. Не вижу усталости, чтоб он сбавил ход. Вот. Телок получился. Вот Мурочка. Облаивала его. Корову я-то не могла. Вообще, чё-то в нем телок оказался. Амур хватит. Амур хватит. Чё-то не слышу. Буквально только схватил след. Понагрыз всё. Нашёл лежачего буквально. И вот как его тут добывать? Не знаю. Наверное, бросать придётся. Вот такие вот завалы. Он сможет под низом уйти. Вон ёлки упавшие. Наверное, Мурочка измучился весь уже. Налавился вдоволь. Всё удивительно. Полтора года пилает в корнях прекрасно. И это корчует и лежачих и щиты. Так загоняет. Опять нашёл вот вывороти в этом. Совершенно снег недоступный уже. Бесполезно. След взял староватый и нашёл лежачего опять. Господи, он меня замаял. Снег сырой сегодня. Почти около нуля. Я кое-как передвигаюсь. Лишь бросил. Лаю слышал. И вот он. Покажу сейчас, какой снег. Вот. Снег глубочейший уже. Совершенно. Идёт как танк. Падал невозможно. Я даже уже и не рад. В связи с 10 часов не выдерживаю. Хорошо было бы, если бы он только всё-таки по свежему следу. А то он берёт староватый след. И вот всё. И мысения просто. Я разыскивал бы уже, бляха, два часа. И вот он нашёл всё-таки вход. Вот. Там корень здоровый. Толстый. Вертикальный вверх. Оттуда укажется заход. Я везде обошёл. Нету входов в дерево. Но то окажется, там дыра хорошая. И вот он там её разодрал сейчас. И это... Сейчас буду выкорчёвывать. Ай-яй-яй. Падает моя маленькая. Ага. Вот такая радость. Мурка, перестань ломать зубы! Перестань ломать зубы! Невозможно было пасть раскрыть ему. И вот это. Пойду сейчас. С ним, наверное, жалко давить. Не знаю, что делать буду. Потом ему решение. И вот это. Мурочки всю морду искусал. Не давал никак ему задавить. И вот такой снег глубокий. И вот мои лыжи стоят я. Сейчас буду до снегохода добираться. Вот умница моя. Амурочка. Амур! Молодец ты мой. Вот хороший ты мой. Молодец. Да. Вот лайки по такому снегу уже не идут совершенно. Вот он идёт впереди. Даже не знаю, где он сейчас. Совершенно снег непроходимый. Меня потерял. Я долго тут с камеры готовлюсь. Вот она возвращается. И делает очень редко. И вот она шёл в лес. К такому снегу. И вот попадает нам саболинный свет. Он на махах пошёл. 20 января. Вот. С ним можно продолжать охотиться при желании, конечно. Я неделю один раз выхожу. Выговорить его. Вот хватит сил. Ему нет целый день. Сегодня мы с ним поцелеку ходим. И он один чёрт попёрся. Вот он углы подрезает. Вот полез дурачок на дерево за ним. Соболь туда и он туда. Хорошо, что снег глубокий. Соболь спрыгнул там. Соболь спрыгнул и он за ним. Вот поймал. Мура! Нельзя, моя хорошая. Хорошо, Мурочка. Молодец. когда он вспомнит что в нем присутствует волки кровь опустит свой красивый хвост и о чем-то думает а если думает то наверное о свободе вот где главная разница между так ровный вал лайкой и волком вот конец груз маленький конец февраль месяц начался вот поехал маленько прогуляться на барани взял и а вот он схватил след и все бесполезно не смог это звать его вот вот это его два первенца двойняшки дочка и сын он такой обходительный с детьми даже когда кость грезет разрешает им крутится рядом никогда не это не укусит вот дочка прижалась к нему он настолько тащится от детей это волки буквально у них же волки родители оба воспитывает никогда не укусит серьезно я так нежно и не играет позволяет все кистокровная вот собака они так и не очень чтобы так ласково играли вот потому что волки воспитывают вместе с матерью кормят приносит мясо там и прочее любезного отношения к щенкам я просто не видел от отцов никогда хорошо альфа хорошо молодец хорошо хорошо вот этот щенок от гражданского брака уехал в искут человек доволен щенок ведет себя хорошо и уши встали и завелся хвост приехал еще двух взял это байкал сын амура это первенец его восемь месяцев он после лития находится на кубани выше чё назад на ней нет 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 еще выше давай вот смотри может отсюда вы сейчас нормально пробуй марш чуть-чуть повыше начинаем скрадывать может повезет сегодня ветра нету тяжело подходить уси дальше а а и а Спасибо. 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 Собачу все назвали. Нужно прогулять. Спасибо. Вот так вот бывает, когда сильная страсть охотничает у человека. Вот нахожусь один и вынужден на карачках перед камерой ходить. Значит, настолько много мошки, она выделала мне лицо без того страшное. Невозможно смотреть в зеркало, я не посмотрел себя, аж испугался. Вот настолько мошки съедает напрочь, и собак, и меня тоже. Но ночь пришлось разделывать, а ночью тем более еще погода в общем-то теплая. Влаги много, сырости кругом, и настолько мошки нынче много, просто съедает и скотину, и даже собаку. Вот мой приятель одного насмерть заел мошка, заел собаку, честное слово. Такой Королев, фамилия его, Королев Василий. Один мой приятель меня и спрашивает, говорит, кто тебя толкает на эту охоту? Такие мучения. Говорит, а чем это тебе надо? Что тебе, говорит, кушать нечего, что ли? Я говорю, видимо, у меня инстинкт врожденный, поэтому я не могу отказаться от этого. Так, что еще тут? Удачи вам! 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 Буквально первый сезон в лесу, ей буквально полгода всего, и она уже, вот она моя маленькая. Буквально первый сезон в лесу, и она уже не будет. красиво хорошо хорошо новичка молодец нельзя байкала байкал нельзя хватит хорошо байкал нельзя молодцы прекрасно от дома 500 метров буквально проследила его и нашла и лает прямо рядом с профилем но решил стрельнуть это база здесь буквально рядом добавим байкал нельзя я из байкала байкал лаял надо то безглявым голосом молодец да на второй день я ее взял она меня красивого соболя вот большого посадила вот он сбил я его семерочкой нельзя дай на нельзя 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 умница молодец быстро лавка сделала вот у меня очередного соблюка очень красиво быстро сделал вы недалеко от дома дошли вот садишь на блюшку на сосну вот она бы красота хорошо амура молодец хорошо вот взяли повис зацепился задней лапой и что теперь делать совершенно не знает сук пулей перри так вот вот так и сделал стрельнул справа у ствола первый раз с ружья пулей с этого ружья тезаура три кольца ребра дали но и короче говоря перебил жучок тоненький и все он свалился не могу сколько приятно стало самому что это принял такое решение что-то другой раз и забываю про это вот они маленько обнюхали тут сына его на 3 полмаленько а нашли лежачего а вот один привязаный мурка я раздай находил вот они как у меня не получили не знаю хоть уходи трудно увести один поводок не хотелось бы я его тут мне ничего совершенно но все равно не 1 останется и будет всю ночь рыться вот пришлось одного привязать дайна дайна нельзя дайну поймал его я вот сунул капканчик туда взведенный боком сунул и он там захлопнулся но вне соболь выскочил с той стороны она поймала дайна нельзя и капкан сейчас не могу вытащить там стены такие широкие дайна нельзя и вот сейчас него капкан придется проститься с капканом он прорывно спустили его а он в ту сторону выскочил он даже сюда и не это несколько раз спускался вниз голову сюда высовывал выскочить я собак вы на поводке держу вернее за шейник одна привязана он носик сюда я взял капкан сунул а капкан захлопнулся он в той стороне вообще выскочил и дайна успел поймать его славу господи вот получилось удачно байкал амур а иди дайночка вот какой кот здоровый вот основом хоть не могу просто заболевать прекрасно не могу ноги после операции коленка вот в этом рядом с вагончиком совершенно утром лает лает дайна выпустил амур амур побежал руд вот здесь в этом бревне бревне вон соболь ночевал я собак выпустил рядом с вагончиком буквально 70 метров вот они из этого бревна его там гнилой брюна разбирать он вон на высокую осину залез там на самую макушку подхожу лежу соболешка вот какой рыжий ужасненький она сама-то рыжая вот лежит отдыхает металлажка гонялась долго за ним вот трудный соболь я называю этого короче они с самого утра вот вечер уже совсем я их кое-как разыскал лай слышу не могу понять в какой стороне вот они пришел по кругу вот везде так вот сосна уделан я не стал показывать там его плохо видать было вот он самочка небольшая с белым галстуком на на шее вот как они бедники хотели сами свалить эту сосну и это и добыть его вот ее первый соболь в корнях в береме соболь она нашла его тропилу должен нашла и врач его тоже вот он не целает голос подает тоже в корнях ну не знаю как выкуривать печь здорово очень грубый дым буду туда пихать там никак руку не подпихнешь как-то с поворотом у него вот она в таких качкарниках умница моя загнала соболя вот стрельнула опять повисла господи вот нет и вот идет впереди вернется проверит меня вот он маленькие уже вперед шурупов довольно таки далек уже в сторону сворачивается всего два месяца ему через три дня будет умница парнишка вот идем на убоище с ним оглядывается я остановился вот пять километров шел малек на убоище пришли таким завалом ужасно везде стрельга сильно плохая и ей не отстал вот я тут вчера самуркой маленько похулиганили и вот это пошел он идет 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 и и дошли до убоище и разу не вякну умница пацан ага вот тут сейчас мы маленько повезем складывать буду это вот и ко мне приехали в гости ну вот пошли пособолевать елки соболюшка выскочила и и это быстро поймали жалко собачьи полаять собакам не получилось ко мне из синтуки приехали проверить как у бошки гибрида работают хочу сам по очу посмотреть ну вот сегодня болтаемся уже вышли с избушки достаточно рано и вот нам бог дал второго соболишку и вот дайночка мне сработал сейчас потерял где он есть господи соболишка сидит василищ стреляй вода подранил его падать будет падать падает варя хватай дайну видите как у бошки собачки работают действительно вот я приехал посмотреть и убедился в том что собаки действительно рабочие таких собак у нас в россии вряд ли где еще можно найти вот так гибриды работают без устали без всяких подвохов если взяли тоже не отпустили за это угла как партизан буквально пришел на второй день поснимать на камеру потому что такое впервые я вижу все сара и открыл я то проветривала его тут такое вижу впервые мне очень это заинтересовало я решил снять это все на камеру думаю будут и другим интересно посмотреть как вот рядом со строением буквально вот тут его следы вот вот жалко зернохранилище здесь вот вот он не дошел до это лужи метров 20 жалко камера уже не видела были сумерки густые а через оптику хорошо было видно еще и и вот он раненый перескосил туда дорогу и там в этом тайнике метров наверно 100 буквально выпустил собаками там давая лаять на него я подошел с фонариками добил его это вот тоже экскремент его там прямо вместе с грязью овес или там рожь а это его уже свежие следы приходил после меня пока я вывозил мясо это зернохранилище здесь любой момент мог оказаться невооруженный человек чем бы это закончилось пока никому не известно я думаю что он бочки засоленые больше пользы принесет всем живой а батурину может быть стоит подумать как учредить премию бошечки за отстрел мурочка моя маленькая попал под медведя господи как живой остался сейчас шея на под не знает выправиться или нет наверно заживет шкуру прямо от шеи отставала болталась мурочка вот кривая голова покажет эти пресловутые хватки чуть не погубили амура медведь раненый затаился в кустах был еще резвый и амур как дурак кинулся на него как новичку кувыркаются на глазах а в лесу уже темно и стрельнуть не могу и камеру подержать некому ну красиво вышли да вот по времени самых кайф попали по моему на улицу и большая дырка вот заезжаем буквально на клюкву на орех и вот загнали соболька собаки бежали и не смогли не догнать вашими мои маленькие ладно все поехали Брундук разновидностей белый. Вот брундучок буквально рядом со мной полтора метра два. Мне за лето наделал столько беды, мешок с крупой стоял, собакам с дробленкой, киркулесом. Он полностью бочок весь растаскал. Наглец такой ужас. За это он заслуживает смертной казни. Правда, со срочкой на один год. Вот приехали ко мне эксперты, стообластные. И вот главный эксперт, это пока еще стажер. И вот это. Вышли, короче, проверять, как работают собаки на полевые испытания. А вот его зверя. И вот он, соболишка. Главное, вот эта камера у меня не земляет. Вот они любуются сейчас, как это, Алексеев некто такой, Сергей. Ну и Шипоша, Дмитрий. Вот два таких толковых охотника. И вот они любуются, как работает гибрид волк с лайка. Вот, буквально не прошло сколько минут, и зашли только в лес, и прекрасно получилось. Ну вот еще и сделаны. Вот проходит испытание. Испытываем Амура. По особо ливольному. Вот он загнал на какой минуте? Сейчас 35. Вот смотрите, какая кедра. Вот соболь на самом верху. Сейчас будем стрелять. Снимаешь? Слишком, но говори сейчас заново. Самое главное, что отследил хорошо, быстро. Нашел, показал. Несколько минут, и соболь в руках. Самое интересное, что пес ведет себя прекрасно. Отстрелянно, работа сделана, моментально, подкушание, прекрасно. Все. Ну, походи мне. Близко. Стреляй. Сейчас порвет. И малек еще. Блядь. Амур нельзя. Амур. Амурочка. Нельзя дать. От него. Да, 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 уже не мог. Позошел. Но Байкал. На. Ну, молодцы. Мурка, берестань. Ну вот прошло сколько час, наверное, делов и второй соболь. И достаточно сложный. Скажи, то есть по Чернотропу столько торопил он его. Но достаточно быстро все-таки. И, конечно, вот результат опять. Ну и вот. Как твое мнение? Ну, можно было поставить, конечно, высший балл. Но по условию положения не выше третьего. И не выше третьего идет. Нету пока. И снегу выше третьего. Серьезно? Конечно, это просто обидно, что... А вытропил, да? Да, вытропил хорошо. Сергей Анатольевич, ты вот мне скажи, почему это... Так, сам видел, как собака красиво сработала по Чернотропу. Так сложно. Качкарниках, такая трава везде. Почему третья степень диплом? Ну, по нормативным документам нету свежки. Нельзя возможно проследить, да? Снега что, нет? Снега нет. Следа нет, конечно. А и высший степень по Чернотропу. Он диплом третьей степени. То есть не бывает другого диплома по Чернотропу. А, я-то думаю, что значит, такая, блядь, скорость моментально все сделано. И ты диплом третьей степени ставишь. Приедем зимой. Я понял, надо по снегу, чтобы остальное, да, понял. Слежку посмотреть. Ну, хотя в данный момент было заметно, что он по следу шел, не случайно наткнулся. По парному следу, да? Да, да, да. Сын уже не отстает почти от отца. Надолго уходит. Я же боюсь, что потеряется где-нибудь. Черт. Но пока ничего, возвращается с кем-то образом. Вот они, знаменитый Амур своим щенком. Спят. Малек устал. Папа носом уткнулся, а Амур смотрит тоже на солнышке. Вот молодцы. Соболь здоровенный, соболь попался. Вот он опять нашел. Что-то в корнях тут. Отец помогает тут разобраться. Наверное, что-нибудь несерьезное, раз отец так не активно. Любит ужасно рыть. Папа родимый был такой. В молодости. И вот он это. С голосом, кстати, лавил. Он первый начал рыть тут нашел. С визгом прям буквально. Подошел я, он перестал лавить. И сейчас буду смотреть вас. Вот такой пацан активный у меня получился. Вот только эксперты уехали сегодня. Проводил я их. Взял дайночку. Пошли. Очень еле услышал. Лай далеко бежал так. Подхожу, вот береза. Господи, посмотрел, пустая. А потом, погодя. Вот, да, разыскал я. Там щель такая. Я вот палкой березовой постучал. И вот эта палка березовой. Постучал и махом выскочила. Ну вот в итоге у меня это получился. Вон там раз. Это трещина такая. Как правило, так соболя туда не взял. Ни дыму никакого не тело греть рваной. Господи, думаю, как выкуривать. Ну, выскочил. Вот ничего его не держит. Малек. Трава. Масей еще. Он все равно везде шарится ходит. Лево-право. Он и пошел ему по барабану, что трава. В этом фильме я вкратце хочу рассказать, как можно из добытого медведя сделать прямо в таежных условиях. Прямо при наличии топора, ножа и ставмески. Сделать очень неплохой охотничий трофей. Значит, беру кедровую чурку. Беру кедровую чурку. С кедровой чурки выдавливаю вот такой вот вариант. Как будто бы это медвежий череп. Как будто медвежий. Его потом все по размерам все делаю. Раскалываю вот так. Дружбой выбираю внутренности. И вот такой получается пустотелый. А потом склеиваю его. И по размерам все подготовлено под шкуру. Вот это уже готово одевать медвежью шкуру. Значит, здесь беру десна, выкладываю клеем. ПВА. Желательно турецким или немецким. Клейбит называется. Он такой более-менее гущий клей. Значит, десна выкладываю. Челюсти отпиливаю от черепа. От родного. Эти челюсти приклеиваю по размерам. Все это, в общем-то, не так и сложно. Первоначально может так показаться. Все по размерам, все внимательно. Все это проделывается. И вот в итоге получается вот такой вот легенький вариант. Значит, медвежья шкура. Медвежья шкура. Медвежья шкура. Вот она у меня лежит выделана, еще не сушеная. Обдирается обязательно вот так должны пальцы. Вот такие вот когти. Вот так вот правильно вот здесь. Вот буквально показываю, чтобы туда аж руки входили. Там все выбрано. Все это везде выскоплено. Вот в итоге, значит, получается вот что. Получается вот эта медвежья шкура. Она готова, скажем, к употреблению. Эта медвежья шкура готова одевать на, именно на этот, как бы, искусственный череп. Вот, как бы, искусственный череп. Сейчас я вкратце это все продемонстрирую. И в конце концов, она уже почти, работа вся готова. В основном, вот, заключалось выдолбить деревянный вот этот, значит, каркасик такой, барабан по-своему. И, значит, и выделать правильно все. Ноздри уши. Уши вставляю здесь или картонные, или из любого другого материала, какого-нибудь капронового. Уши, это все расчешется. Это все в сыром виде еще находится. И так, значит, сейчас будем одевать. Вот, как выглядит шкура. Ну, это достаточно немаленький медведь, в общем-то, получился. Выделывал здесь, буквально в тайге. Это я все крутящего. И сейчас я буду показывать, как будет дальше процесс идти. Уже? Да, добавлю маленько. Здесь вот места помечены для глаз. Глаз у меня с собой нету. Буду все дома, да глаза дома вытачиваю там, друзья, так говоря, из плекса. Их шлифую, крашу, как положено. И потом глаза вставляю уже дома. А здесь пока что будет недоделано немножко. Вот. Теперь я, значит, начинаю одевать. Начинаю одевать. На это дело все по размерам. Все должно подойти обязательно. Потому что десятки раз уже было подготовлено, одето. И вот таким вот образом. Сейчас, наверное, все уже выключили. Раз, два, три. В итоге получается вот такое довольно-таки серьезное таксидермическое изделие с очень серьезной головой. Уши высохнут, когда все это расчешется. Картонки сейчас вставлю в уши. Это все правильно обтянется. Глаза дома вставлю. Все подрисую и брели язык вставлю. Везде все будет пасть сделанная, как по цвету, буквально какой медведь цвет носит внутри рта своего. Значит, вот и в итоге что получится. Вот такой вот. Смотрите. А потом здесь картонкой зашиваю и получается... Получается вот... Пожалуйста. Потом подшиваю. Дома жена помогает мне. И получается совершенно серьезное таксидермическое изделие. Вот обратите внимание. Вот лично не полениться. Можно чего добиться. Если, ну, руки из нормального места выросли, конечно. Вот такой вот вариант. Вот муська моя. Вот отец с дочкой. Отдыхает, лежит красиво. Вот они у меня тут дурачатся по лощу. Уже снег глубокий, я все-таки решил их взять. И удачно получилось. А Байкал, который тут вообще хорошо сработал. Маленько Герка как бы побаивалась. Ваня Ковальчукасовичка. Но так ничего, она в последу очень хорошо побежала. И вот совершенно не боится снега. Шарится и по сторонам, хотя есть лыжная уже провода. Вот тут белка, елки. Никак не насмели слупить за этих белок его. Вот он, к глубокому снегу, бляхо, елки. Пошел дом маленько тут в болоте. Вот она на дерево где-то заскочила. Я вот с удовольствием наблюдаю. Надо лупить его за этих белок уже. Потому что мне белки-то нафиг не нужны. Я этих взрослых отучил от белок. Вот он все тут шнырит, лазит везде. Вот Байкал интересуется. Совершенно нравится уже соболина следы. Ему прекрасно по свежему следу уматывает далеко. Но снег глубокий, рост еще маленький. Очень приятно находиться в обществе таких собак, когда знаешь, что у них волчья кровь. Да потому что работают ровно. Ровно, да. А знаешь, может потому что подписались волки работать на человека. Как-то что-то какое-то повышенное уважение к ним, к этим собакам. Не знаю почему. Но молодцы, дамечка. Молодцы мои хорошие. Откуда ты взял эту рыжую-то? А, рыжую-то, рыжую. Рыжую привез в горном Алтае я. Это племянница Амура. Ее мать там, в горном Алтае. Привезена с Литвы тоже. Родная сестра Амура из одного гнезда. Вот видишь, какая красавица получилась. И видел сам, как работает. Видишь, как получилось. С первого года. И поэтому я просто их не нарадуюсь, конечно. Сейчас не могу представить себя, как снова бы вернуться к чистым лайкам, понимаешь, чистокровно. Молодец. Иди ты, ну иди. Дай-на уйди. Дай-на перестань. Ой, дур. А? Вот игрунчик ужасный. Ох, ужасный игрунчик. Ох, и дурочка. Ай-яй-яй. Ай, ты не зашла в кармане. Эй, ну, зашла закуска в кармане. Эй, ну, молодцы. Молодцы, ну, молодцы, Мурочка. Ну, хорошо. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Вон, играй с Амуром. С Амуром играй. С Амуром. Тут-тут-тут-тут-тут. Вот она моя листочка. Вот кедра. Вон он на самой макушке. Почти на самой. Кладает елке. Че вот делать? Мороз сегодня, 20 декабря. Он еще свелился, слава богу, мой. Проходу разбил. Во-во-во-во-во. Во-во-во. Во, поймала. Хорошо, Дань. Ё-моё, блядь. Ружье мое где? Оператор? Ты куда смотришь, Ружье мое? Опять оставил. Ёлки. Ну. Пойдусь бегаю, вот рядом был. Ну. Ужасно. Вот, блядь. Че-то нынче вода. Невероятно. Вот, блядь. Ружье второй раз нынче забываю. Давай, оператор, садись, поехали. Ужасно. Продолжение следует... 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 Знал бы Амур, что это смерть ходячая для него... Черт-то знает, догадывается или нет... Вот такая шкура получилась... Вот они все... Пять штук... Сосут вот этот... Мертвый... Один мужчина... Кобелишка... Прямо жалко... Столько промаялся ему... Десять дней уже... И все... Хорошо... Хорошо... Прелесть... Хорошо... Хорошо... Давай... Давай... Глаза больные были... Продолжение следует... 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 вот мы подъехали к моей избушке мне впервые такое в жизни было случай по медведи заходили избушку там пакост или сахар туда-сюда могли мог медведь утащить там рубероид там трубы помял кто другой вот смотрите прямо и свежайший экскремент подошли собаки злобно лаяли а мы там пропиливались маленькой вот смотрите вот он вездеход стоит разгрузили мы сейчас вот мои шмутки вот этот экскремент медвежий показываю еще крупным планом ни в коем случае не лёшка юбин поправлялся вот смотрите собаки вернулись злобно лаяли в лесу а мы там распиливали профили вот смотрите что он тут вот наши тут вещи сейчас дело в том что сейчас не так видать мы маленько тут кое-что убрали вот в этой бочке у меня мешок дробленку был геркулесу значит дальше показываю сейчас заходим в избушку заходим избушку сейчас мои помощники мои друзья самые крутые короче говоря вот в таком вот виде они бедненькие не они в таком виде вот смотрите еще вот все в избушке творится все сорвано все уделано так что это просто надо глазами видеть камера сейчас уже сумерки скоро вот свет там надо и так избавиться ну вот тут они немножко обедают сейчас обратно так далее господин аверьянов вот и вин алексей так 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 но весь надо ой вспотела это тепло и вспотела камеры вы поняли они чувствуешь нет конечно конечно ничего ничего сейчас я дубль сделаю это вот это дополнительно показывает что долго здесь жил медведь это когда так было жизни что вот смотрите вот а тут у меня кунура собачьи там сейчас собачки пришли мне уютятся кое-как пришли все разорвано в клочья все невозможно нигде вот смотрите показываю все это в хлам все выделано еще раз вот с этой стороны еще я просто дополнительно нашел как тут сколько жил долгого пример вот они тут я не он естественно там везде все тропа там все укатана не объяснить мне лично не объяснить потому что первый раз мне такой в жизнь можно хоть хоть сколько раз показывать это посмотрю снова головой покручу и думаю охота но покажу семье покажу жене своей как это я приехал вот 400 с лишним километров но и немного лишь километров 430 до час до избушки я так думаю хотел бы господин жвачкин губернатор наш но и очень уважаемый человек и это чтобы он побывал бы и увидел что творится и что нужно охотнику делать а закон принят такой что нельзя стрелять медведя пока медведь на корове на охотнике не видно за гривок не сядет ну нельзя а что я должен завтра делать здесь медведь снова сюда придет вот прямо сюда снова придет что я должен делать один 41 и люди уехали эти мои харифаны уехали завезли очень хорошие люди не сопровождали я просто горжусь такими людьми как они могут терпение и ничего не бояться едут и башку сопровождается то ли я неплохой человек может быть и вот это я еще раз ничего не убирал особенно только в избушке они мне помогли маленько порядок навести вот так кто объяснит мне я бы хотел чтобы губернатор как-то ну на общую но тему это вопрос если смог бы ответить как можно охотнику заехать на такое расстояние одному человеку остаться и как можно взять но эту лицензию чтобы отстрелять его ну если вдруг он на тебя кинется я даже и боюсь стрелять потому что строгости такие губернатор навел что не приведи господь и вот так вот и вот я дальше мог там посмотреть что за избушку все укатано но даже могу сейчас переключу только вот четыре дня назад был здесь на этом вагончике это клюкина болото вот прихожу сегодня смотрите что медведь опять наделал по белок на все вот белок на зашел здесь было собакам сварина оставил вот здесь во флягах еще геркулес оставался в двух флягах вот он еще одна фляга баку стоит лежит и вот все перевернута боже мой как не знаю все и невозможно его это хитрый такой слава богу вот матрас хоть остался целый вот тут распорядился окном как сейчас ночевать салфана как рассвет вот такие дела вот сволочь как лес через дверь хотел видимо смотрите высота приличная я вот тут заделал на ночь переходом одеяло закрывал вот высота приличная как-то тут два метра здесь на вскидку и вот этот шерсть оставил сукает в ту дыру пихал нас там шею пропихивал вот повезет его жил здесь возле избушки клюкву собирал и обидно ведь клюквы то и переваренные такие кучи и вот здесь 30 метров от вагончиком и деревья мешает смотреть вот здесь вагончик 30 метров вот он здесь сидел лежал все прохожие пришел вот клюкву собирать правда опоздал в октябре месяце она вся вот таких кучках медведь здесь жил и вот он издевался просто над клюквой совершенно клюквы нет на болото все истоптано ну что поделаешь пришлось без клюквы остаться не будет брать отсюда и все полносливо болото все укатана и вот так вот избушка здесь вот 30 метров буквально на кромке болота как раз и видать из-за деревьев вагончик тут ты же перезломал все это я предварительно показал вот тут с противоположной стороны пытался разбирать вагончик там там везет задиры осталось совсем же все по высыпленные отсюда паричурки были разбросаны я еще подобрал с той стороны показывал героя хорошо Вот он выскочил, и вот он малёк у меня, милю и гибель, вот он выскочил, и вот он малёк у меня, милю и гибель, понял всё? Вот они его тут же посадили, вот он из этого корня, и вот он малёк у меня под ноги. Нельзя, Загри, прыгать! Алё! Загренькой нельзя! Хорошо, Загри, хорошо! Хорошо, хорошо! Вот добыль моего пришлось валить, вот этой вот, начальной вот, пришлось вот эту скедроньку, пустотел, я правда быстро срубил, и дайну привязал, малёк там на макушке нашёл её. И вот, ругать сейчас жалко ещё, пусть Син-Син-то хочет, ещё свой реализует, вот она идёт в макушку, он следит за ней. Молодец! Ой, как он с радостью подскакивает! Ой-ой-ой-ой, нельзя так, Загри, так нельзя! Так папа не делал! Нельзя так, Загри, так нельзя! Вот надо ругать, вообще, за это дело. Ну, сейчас на охоту всё в капусть, маленько позабавляется. Голос хорошо! Вот 6 месяцев ему он, ровно как папа начал. 6 месяцев самостоятельно, уже белок Загри, Загри. Хорошо, ну бля, холодно пока, не буду ругать я за белок. Белки эти. Вот он, милый. Вот он. Ну, хорошо. Загри, хорошо, молодец. Вот он, следит за ней, она макушками уходит. Ага. Вот он, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, подкосил этот бедолазку. Бедолазки, вот. Уходит она, но и лазки. И вот, ругать сейчас жалко ещё. Пусть инстинкт охотится. Твой религиозует. Вот она идёт в макушку. Он следит за ней. Молодец, я думаю. Ай-яй-яй-яй. Ой, как он с радостью подскакивает. Ой-яй-яй-яй. Нельзя так. Загри, так нельзя. Нельзя. Так папа не делал. Нельзя так, Загри, так нельзя. Вот надо ругать вообще за это дело. Ну, сейчас на охоту всё в капусте. Маленько позабавляется. Хорошо, Дайн. Вот конец ноября. Буквально вот такие дороги. Везде нигде не проморожено. Мороза нет. Ноль как стояла, так и стоит. Два раз было по 17 градусов. Видимо, зима хотела вступить в свои обычные права. Но смена климата не дала возможности. Вот 2013 год. Такой будет памятный. Совершенно всё залито. Вот такие места у меня низкие. В сторону совершенно невозможно свернуть. Катастрофа просто идти. Вот сейчас иду на лыжах. Кромками вот здесь. Маленько стало это снег выпадать. Я это воспользовался лыжами. А в сторону свернуть невозможно. Вот такие вот дела пока.